Ученики первых третьих классов после осенних каникул длиной в две недели сегодня вернулись за школьный парт. Остальные школьники, по крайней мере, до 15 ноября обречены на удаленку. Как в школе чувствуют себя те, кому можно там находиться, узнавала Виктория Пушкила Отто. Расскажите, ребята, соскучились по школе? Да! А почему больше? Друг по другу или по учебу? Друг по другу. Преете? Да! Это ученики второго класса 95-й рижской средней школы. После продленных осенних каникул длиной в две недели они снова вернулись за школьные парты. Ребята, с каким настроением вы пришли в школу? Хороший день! Да. Я хочу сказать, что мы очень ждали возвращения в школу и пришли с очень хорошим действительно настроением. Дети с самого утра уже говорили, что соскучились и очень хотели в школу. Это, конечно, для нас очень тревожное время. Конечно, мы очень переживали за наших детей, за их здоровье, волновались. Во время каникул мы проходили тестирование дважды на COVID. И, конечно, мы готовились к работе в новых условиях. И у вас сегодня все уроки по расписанию. После уроков будет продленная группа. Продленную группу мы тоже работу немножко изменили, чтобы классы не пересекались. И поэтому немножко сократили работу, но зато каждый класс будет отдельно заниматься. Обязательные маски, дезинфекция рук и предметов. Какие-то занятия по возможности проводят на свежем воздухе. Обед по строгому расписанию. В течение дня, соответственно, по одному классу они приходят и, собственно говоря, кушают. Время перемен сократилось специально для того, чтобы минимизировать возможные контакты между детьми. Но поскольку начальная школа, они находятся все в основном в своих классах, они находятся около своего класса для того, чтобы можно было его проветрить. В 95-ю школу вернулись четыре параллели первых-третьих классов. Это 250 человек. А вот здания средней школы пока пустуют. Остальные школьники пока учатся удаленно. Вот как 12-й класс изучает экономику. Только деньгами отвечаешь или всем своим имуществом? Имуществом тоже. Я думаю, что это очень важно. Развитие, я думаю, что для ребенка, особенно для маленьких, нельзя научиться удаленно, например, эксперименты проводить. Если ребенку, там по физике, например, скажут, поставь линейку в стакан с водой и посмотри, что происходит на изменении двух сред. Тот, который пытливый, он поставит, будет делать какие-то выводы. А тот, который не пытливый, или лишь бы сделать, то... Нахождение в школе – это не только знание, но и социальное общение. У нас была ситуация, когда уходили отдельные классы на удаленку, да. Но более-менее нормально. Почему я говорю более или менее нормально? Да, потому что есть коллеги, которые прекрасно справляются с удаленным. Есть у кого технологический вопрос остается острым и сейчас. Но подавляющее большинство за, считайте, прошлый год, достаточно хорошо овладели этой технологией. Удаленная учеба для всех учеников, начиная с четвертого класса, продлится две недели, до 15 ноября, если правительство за это время не примет другое решение. Виктория Пушкила, Отто, Криши Анис Лейтис, Росэлэ.